Мусимона, якимона, гаханамона, десерт, сукимона, супы и сакэ но сакана. Как я среди этого могу найти, сука, креветки, я не могу понять. Напишите иероглифами вообще, сделайте сайт с иероглифами. При всем уважении к Японии. Аригато. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Покошеварим. Сегодня воскресное обзорище и очень интересное место. Ну, по крайней мере, судя по тому, что вы мне про него писали. Вот, например, Андрей Худяков мне писал. Сделай обзор на ресторан японской кухни Юме. Это одно из немногих мест в Москве, куда ходят экспаты из Японии. Где есть доставка и где можно попробовать типичные японские роллы, как ролл с гоба, ролл с дайконом, ролл со сливой японской и так далее. Совсем деликатесов, как брюшко тунца, там нет, так как ценовая политика не та, но интересный опыт гарантирован. Окей, я тебя услышал, я заказал сегодня в ресторане Юме. Немножко, конечно, так прифигел от цен. Такой, ну там, небольшие роллы, типа 6 кусочков ролла, стоят 600-800 рублей. Обычные роллы, казалось бы, но будем надеяться, по вкусу все оправдается. Но цены, конечно, не мариман, но это уже далеко и не средняя ценовая группа. Это уже дорого. Ждем Юме. Ресторан обещали привезти за полтора часа. Справятся или нет? Посмотрим. А вот кто гарантированно точно привезет вам офигенные десерты, вы уже, наверное, догадываетесь, это чизкейк.ру, ребята. Чизкейк.ру, конечно, в октябре не оставил вас без офигенных акций. Феноменальные десерты, огромный выбор десертов. И плюс к этому, естественно, ребята, акция. Акция, о которой я недавно вспоминал. Мензо-кафе у нас был ролик на днях. И я вспоминал чизкейк.ру, говорю, что-то в этом месяце мы как-то припозднились. И тут на все согласовали акцию. Ребята, акция бомбовская, как и всегда. Офигенная скидка. По промокоду покашеварим10. И в подарок... А, а, а что в подарок? Оставили чизкейк. Ребята, чизкейк это клево. Малиновые тарталетки. Мы с вами ели три месяца подряд в подарок. При заказе у двух тысяч рублей. Чизкейк. Целый чизкейк Нью-Йорк вы получите в подарок. А чизкейк Нью-Йорк от чизкейк.ру это что? Это офигенно вкусно. Равно как и огромное количество других десертов. Ребята, там, там, там выбор, выбор безумный. Там карамельный, там макарон с французским. Да я не могу перечислять, потому что у меня весь ролик уйдет на перечисление. Я надеюсь, может быть, в следующем месяце мы сделаем вообще какой-нибудь большой обзор на чизкейк.ру, где посмотрим там новинки какие-нибудь, чтобы вы могли ориентироваться. Потому что последний обзор был, когда вечность назад. В общем, посмотрим, попробуем и всякое такое. Короче, как всегда, шикарная акция. Чизкейк.ру до конца октября. Скидки, подарки, все условия в описании. Пожалуйста, заказывайте. Ну, а мы пока ждем ресторан Юме. Пока ждем... Будешь чай? Чайку, может, навернем? А с чем? С тарталеткой. Нет, с чизкейком. Блин, или брусничный торт. Они, как всегда, привозят вкусняшки мне. Не знаю, что выбрать. Муки выбора. Ладно, чизкейк. Давай распакуем чизкейк. Раз мы про него так душевно поговорили. Фактическая доставка. Два часа. Звонил курьер, сказал, через 10 минут буду. Еще это было вовремя. И приехал спустя полчаса после того, как звонил. Ну, может, 25 минут. Два часа Юме. Долго. Вот в таком формате привозят Юме. Это нестандартно. Ну, на 5000, видите, немного. То есть, это дорогое заведение. Дорогая доставка, как следствие. Вот такая тарелка. Такой пакетик. И еще что-то здесь упаковано. Здесь, судя по всему, что-то горячее должно быть. Ну, судя по тому, сколько они нам везли, здесь уже нифига, ничего не горячее. Вау, смотри, какая свет хаки. Это лапша, что ли? А, это свинина. Свинина. Ну, смотри, давай проверим. Я знаю, сколько она уже по температуре. Она уже просто практически холодная. Вот, ребята, так привозят из ресторана Юме. Здесь что-то в фольге, поэтому есть шанс, что температура сохранилась чуть лучше. Тут аж вот, смотри, сколько слоев фольги. А, это креветки темпура. Посмотри, какие они здоровенные. Стандартные эти коробочки. Так. 34 градуса. 34 градуса. И еще вот какая-то штучка. Я не знаю, для чего она так, видимо, для красоты кладется. Это не настоящий лист, это целлофан долбанный. Зачем он здесь? Непонятно. Какой-то японский узел, что ли? Не, обычный. Вот, я-мой, японский ресторан. Что там написано? Японский ресторан. Заказ онлайн. Доставка японской кухни. Все подряд написано. Да ладно, блин. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке игла, да? Или что там, как там было в сказке? Еще один пакет. Еще один пакет. И вау! Слушай-ка! Как это выглядит? Это выглядит... Это выглядит как произведение искусства. Ты посмотри. Тут у меня не возникает вообще вопросов к внешнему виду. И даже вот эта вот травка, она, ну, понятно, что не настоящая. Было бы, наверное, классно, чтобы здесь было что-то. Но круто. Красный имбирь, зеленые васаби, украшенные вот такими вот полосками. Выглядит здорово, выглядит здорово. И к рыбе, в общем, вопросов тоже внешне никаких нет. Информации о граммах ресторан Юме не предоставляет. То есть, сколько это должно весить, каждый из блюд, непонятно. Нет такой инфы. Поэтому давайте мы информационно, может, взвесим какие-то роллы, чтобы просто сопоставить с ценой и оценить, насколько она адекватна. Остывшая лапша Яки Соба за 550 рублей. Весит 383, 383, как бы, грамма. Вот возникает вопрос, чем бы мне поесть? Ни палочек, ни салфеточек, ни хренашеньки не дает ресторан, понимаешь? Но зато вот это есть. Вот за эти деньги зато есть вот эта пластиковая трава. Это круто, конечно, это симпатично, разделено. Но, блин, окей, у меня есть палочки. Хорошо, что я обзоры делаю часто, довольно. У меня есть свои палочки, это, по-моему, от Варламов, что ли, остались. Ну что, ребята, вот блюдо ресторана Юме. Дорого, богато, капуста, мясо и лапша. Мяса не так много, пахнет довольно вкусно этот удон. Вот мяса тут столько, ну типа граммов 70, наверное, мяса. Что, слиплось? Слиплось куском? Алло, алло, алло. Ну да, видишь, вот слиплось как вот. Прямо даже по форме, смотри, как дошик, да? В форме упаковки. Нет, ну, можно разделить, на самом деле. Тут, наверное, не стоит придираться. Надо попробовать, как это все по вкусу. В принципе, в принципе, нормально выглядит. Начнем с самой свининки. Ну, так пожевать надо, конечно. Ресторан. Мне нравится вот это, понимаешь, вот комментарий, да, моего зрителя. Я абсолютно уверен, что, наверное, вкусные роллы будут. Японская кухня, все дела, необычные роллы. Я, кстати, необычных роллов там особо так не сказать, что прям заметил. Что-то со сливой там. Может, я невнимательно смотрел или больше на классические какие-то вещи обратил внимание. Вот, но тем не менее, пробуем уж, что заказали. Не, нормально, отделил, отделил лапшу. Блюдо называется Яки Соба. Нормально сваренные макарошки пшеничные. Вот тут первый вопрос. Почему она называется Соба? В моем понимании Соба это лапша из гречневой муки. То есть, она должна быть как минимум коричневая. Понятно, что, наверное, туда добавляется пшеничная. Но все-таки Соба это гречневая. Лапша, я могу ошибаться, ребята, если вы там разбираетесь или вы экспаты, то пишите комменты. Соус в этой лапше тоже довольно обычный, простой. То есть, такой сладенький, сладенько-соевый. Ничего особенного. Но сварена неплохо. Свинина жуется. Овощи нормально пожарены. Восторгов нет. Стоит ли эта лапша 550 рублей? На мой взгляд, конечно же, нет. Потому что есть примеры гораздо более доступных таких ВОКов. Да, любые вот эти сетевые места. Суши ВОК там. Ну что там? А, Суши ВОК. Подожди, Суши ВОК вот сейчас что-то там заблокировали, да? Кстати, да. Или пицца Суши ВОК. У Суши ВОК буквально сегодня инфа была на днях. Я не знаю, когда этот обзор выйдет. Что-то там Роспотребнадзор закрыл что-то дофига заведений у Суши ВОКа. Я уж не помню обзор на них, но не важно. Не, ну ВОКер и прочее, да? То есть, это просто лапша, которая делается просто в ВОКе или там в сковородке. Пожалуйста, заправляется соусом и все. За это брать 550 рублей, я не знаю, какой бы ты из себя дофига ресторан не был, но это блюдо стоит 250-300 рублей в доставках. Но никак не 550 рублей. Я не разочарован рестораном Юмея. Я всего лишь... Просто у меня возникают вопросы к ним. Не более того. Ну и, конечно, насчет СОБы тоже непонятно. У них вообще, кстати, на сайте черт голову сломит. Потому что я понимаю, что там надо беречь японскую культуру, всякое вот это вот умами, чтобы везде было. Но умами не настолько же надо делать, чтобы это самое... Чтобы мне захотелось сделать харакири после того, как я заказываю на сайте. Потому что там все, все, ну понимаешь, у нас как вот принято, да? Да, допустим, там роллы, суши, там гунканы, допустим, сашими, напитки, воки, горячие, закуски. Ну вот мы как-то в этих категориях привыкли мыслить. Не, у Юме там все так хрен разберешься. Все названия японские. То есть как в этих разделах копаться и разбираться вообще непонятно. Зачем тогда пытаться делать доставку в ресторане? Если уж вы ресторан, так ну будьте рестораном. Если вы делаете доставку, так сделайте ее понятной хотя бы. Я не знаю, что меня бомбит с самого начала, но... Ну так вот как-то. Вот, все. Иди сюда вот. Соевый соус в баночке. Вот. Я его взял, сюда стекло масла после обжаривания во фритюре креветок. И пожалуйста, вот я весь, весь вот такой вот засоранный. И теперь, где мне взять салфетки? Юме мне даже салфеток за эти цены не положил, понимаешь? Но положил зато креветок. Ладно, давай тогда. Пока соевый соус. Раз уж я грязный откроем. Интересный, кстати, форматик такой, смотри. Да? Такая вот баночка. Это прикольно, это удобно. Другой вопрос. Куда наливать? Здравствуйте. Где хоть какая-то плошка, куда это налить? Причем при заказе, то есть на сайте, есть возможность отметить. Ну, помимо того, что сайт плохо сделан, ладно, окей. Но там есть возможность отметить количество персон. Я написал, что нам на 5 человек. Ну, дай нам 5 палочек, дай нам салфеточек, дай нам плошечек, чтобы мы это все могли макать. Соевый соус. Причем, смотри, он отличается. Вот здесь темный соевый соус у суши, да? А здесь какой-то полупрозрачный. Подожди, а здесь тогда что? А здесь концентрированный. То есть вот это разбавленный вот этот соус. Причем разбавленный капитально. Очень-очень-очень слабенький. Я пытаюсь найти, сколько стоят эти креветки, блин. Я себе не заскринил. И вот я рост среди меню, понимаешь? Окей, суши порционные. По-русски написано. Набор суши. По-русски написано. Хосумаки тонкие роллы. Тонкие роллы хоть написано. Макимона-роллы. Роллы хоть написано. И дальше начинается вот это вот, ребята, Сето, Сарада, Сосими. Я понимаю, что это Сашими. Тут я еще понимаю. Озюву, раздел. Раздел Агимона, Мусимона, Якимона, Гаханамона. Десерт. Цукимона, Супы и Сакеносакана. А как я среди этого могу найти, сука, креветки? Я не могу понять. Зачем делать такой сайт, где... Напишите иероглифами вообще. Сделайте сайт с иероглифами. Юмэй, я тогда вообще, ну, просто буду рандомно тыкать и рандомно заказывать. А вы мне будете рандомно привозить. Собу будете привозить в виде пшеничной лапши? Да почему нет? Я не знаю, ребят, но... Ну, то есть, понимаешь, ресторан, для меня ресторан, уровень ресторана, он должен соответствовать. А когда я... Когда я вот это все вот... Цукимона, у меня реально сейчас... Цвет настроения Цукимона у меня, понимаешь? Потому что я не могу найти, сука, креветки. Сакеносакана, это, пожалуйста, это типа порционные суши. Якимона, что такое? Я реально, я не могу найти. Я не могу найти... Не могу найти креветки. Окей, я нашел, нашел это блюдо. Я не скажу вам, в каком разделе. Эбитэмпура. 1080 рублей стоят такие креветки. Ну... 200... Блин, 200... 200 граммов, понимаешь? 5 больших креветок. 200 граммов. Эбитэмпура. Действительно... Или темпура. Хвостик, за который удобно держать. Внутри креветочка, креветулечка. И вот. Ну да. Большая креветка. Понятное дело, что тут, конечно, много... Самой темпуры вот этой вот панировки. Жирное все. И вот какое-то еще... Что вот это такое? Непонятно. Типа имбирь или что это такое? Или кокосовая стружка? Что это? Давай попробуем. Сверху вот эта желтенькая штучка. Это явно имбирь. Измельченный. Вот эта белая, я вообще не пойму, что это такое. Но имбирь абсолютно безвкусный, острый и ароматный, но безвкусный. Вот эта белая штука, вообще непонятно, что это. То есть, она вообще не обладает никаким вкусом. Она влажная. Типа по консистенции, кстати, похоже на кокосовую стружку. Типа как баунти. Но только вот представьте, что это баунти, но вообще нет вкуса. Ни сладости, ни соленого, ничего. Один у мамы, блин. Хрен его знает. Ладно. Креветка. И чего? Я должен креветку поливать вот этим соевым соусом разбодяженным. Так что ли? Я сейчас съел. Ну... То есть, тут настолько много панировки относительно креветок. Тонкая креветка, много панировки, что... Вот если бы вы мне пожарили просто эту панировку, но взяли бы вот так вот кусок вот этой панировки, кинули бы во фритюр, пожарили, вот вкус был бы ровно такой же. Какого-либо вкуса креветки вот в этом обилии панировки я не чувствую. Не знаю, панировка такая жирненькая. В принципе, вкусно похрустеть. Нормально. 1080 рублей. Я... Наверное, просто что-то не понимаю. Ну, во-первых, я не понимаю оценок формирования. Я знаю, сколько стоят такие креветки такого уровня. Понятное дело, что это ресторан, накрутка, все дела. Ну, 1080 рублей брать за невразумительную еду, которая тупо масляно-хрустящая панировка. И там никакой креветки, никакого вкуса. Ну, то есть, просто тупо убито все панировкой. Никакого интересного соуса. Ну, ничего. То есть, empty, пусто, вообще просто. Вот. Окей, я скажу сейчас крамольную. Вот, серьезно, пришла в голову мысль, которую я скажу. Креветки. В Макдональдсе. В Макдональдсе креветки. Вкуснее. Юме. Вам на заметку. Там панировка тоньше, там креветка толще, там чувствуется вкус и офигенно. А еще с какими-нибудь... Скажу, ладно, извиняюсь, но любители японской кухни, я уже понимаю, к чему ведет этот обзор. Во-первых, меня ссаными тряпками закидаете абсолютно точно. Но я буду свое мнение высказывать. Я, возможно, далек от умами, да, скажу, короче. Даже какой-нибудь ссаненький коктейльный соус, иначе называемый в простонародье китченес, немножко бы это разрулил, уныние. А так это просто шляпа. За 1080 рублей это просто шляпа. Ну, это окей. У нас здесь действительно очень красиво выглядящие роллы. То, на что я рассчитываю, то, что я хочу действительно попробовать, офигенно выглядит рыба. Я заказал несколько разных роллов. Посмотрите, то есть, ну, ребят, согласитесь, что тут вопросов к тому, как это выглядит, нет. Это, например, Филадельфия в видении ресторана Юме. То есть, довольно толстый лосось. Причем он... Вот посмотри, да, лосось, помимо того, что свежий, они еще догадываются сверху, видимо, ну, может быть, не кажется. Ну, видимо, сверху он еще чуть-чуть под... Ну, чем-то подсмазан каким-то жирненьким кусочком, может быть, того же лосося, там, Теша или чем-то, да. И он блестит, он красиво выглядит, свежо и так далее. Внутри начинка с креветкой, внутри авокадо, сливочный сыр и рис. Вот как сварен рис, мы сейчас, конечно, попробуем. Есть у меня кое-какие подозрения. Ну, давай начнем с Филадельфии. Почему нет? Давайте ради интереса просто посмотрим, сколько весит ролл, который стоит 660 рублей. Вот, ребята, эстетика Японии. Ролл с попкой, пожалуйста. Никто ничего не обрезает. Я не против, нет, давайте мне иду до конца, я что-то не возражаю. Просто, как факт, вы же мне будете говорить, что ты просто не понял Японию, наверное. Ну, вот, пожалуйста, 249 рублей. Кстати, неплохая порция. То есть, конечно, цена, ну, соотношение цены и порции дорогое. Мы с вами понимаем, что, да, 200 рублей за 100 граммов, это гораздо дороже, чем во многих доставках. Но, тем не менее, тем не менее, давайте здесь попробуем вот с этим концентратом соевого соуса. Ну, он хотя бы вкус имеет какой-то. Я немножко капнул такой. Оп, на рыбку, да, чтобы не портить вкус. Чуть-чуть добавлю вассаби. Чуть-чуть добавлю вассаби вот так вот. И попробуем, давайте. Давайте, ребята, я за японскую гармонию. Это один из лучших роллов, которые я ел в своей жизни. Как факт. Шикарное сочетание. Прекрасная рыба. Отличный сливочный сыр. Ребята. Вот здесь все разруливается, понимаешь? Вот когда вкусная рыба, вкусные ингредиенты. 660 рублей, черт подери. Да я бы отдал за это. Да я бы... А, 590. Нет, 660, это другая. Это 590 рублей стоит. Это действительно очень вкусно. Я понимаю, что ресторан Юме, он типа, ну, трушная японская кухня. Вообще-таки, наверное, роллы с сыром Филадельфия не относятся к трушной японской кухне, как мне кажется. Но это сделано очень круто. Очень вкусно. Отличный рис. Ну, то есть, все. И даже креветки. Обычно в Филадельфии без креветки делается. Там иногда с огурцом, иногда с авокадо и огурцом. Или просто авокадо. Но тут сделано клево. То есть, и креветка в тему, и все чувствуется, в отличие вот от тех вот отстойных креветок. Все. Несмотря даже вот на этот ролл с попкой, абсолютно никаких претензий. Шикарно сделано. А вот этот вот ролл интересный, смотри. Он называется Нисеку Филадельфия Маки. То есть, тут у нас, во-первых, два вида рыбы. Тунец весьма неплохого вида. Внутри креветка. Авокадо. Ну, то есть, то же самое, но только тут еще тунец. А так они фактически те же самые. Взвешивать не будем. Мы поняли, с вами где-то 250 граммов все это весит. Вот этот ролл как раз стоит 600 рублей. Ну, потому что тут тунец. Капнем. У нас другого выбора нет. И добавим немножко, немножко ласаби. Так вот, нормально буду есть, а не бодяжить в соевом соусе, да. Смотри, хороший тунец. Довольно толстый кусок. Я хоть, ну, не очень сильно люблю тунца. Мне больше в роллах нравится лосось. Тем не менее. Вкусный васаби, кстати, очень. Прям такой насыщенный вкус у него. Ну, вкусный. Я не знаю, мне лосось вот в этой кухне нравится больше, чем тунец. Тунец все-таки, ну, вот, например, вспоминаем доставку Лива Рламова. Вот там тунец, нарезанный кубиками, залитый соусами, такой чуть подмаринованный. Это интереснее. Здесь сырой тунец, он какой-то никакой. Он свежий, но вкуса, мне кажется, у лосося почему-то больше. По моим ощущениям. По крайней мере, того вкуса, который я люблю. Но тоже вкусно. Лосось я пробовать не буду. Это точно такая же в Филадельфии, как мы пробовали до этого. Выглядит он так же. Ну, вот угарек. Угарек, это любопытно. Ролл с угрем. Опять-таки, смотри, там креветка. Там авокадо. И огурец. И опять-таки сырок. Та же самая Филадельфия, блин. Все то же самое. Принцип один и тот же. Только угорь. Угорь, блин, ну я его так не сниму, короче. Ну, довольно неплохой кусок угря. Хотя, вот смотри, вот кожа угря, да? Это же кожа или это... Нет, не пойму, что-то. Подожди, они реально с кожей нарезали, что ли, угря? Вообще не в тему, видите? Ну, вот дергаю. Ну, с кожей. А сам уголь, он такой вот. Странно, мне кажется, вот здесь вот с угрём что-то есть косяки какие-то определенные. Окей, давай попробуем. 660 рублей кожа угря. Слушай, я, конечно, извиняюсь насчёт риса. Насчёт риса хочу скорректироваться. Что-то мне, в общем, вкус вот этого ролла понравился. Общая гармония настолько, что я похвалил рис. Заберу чуть-чуть свои слова назад. Рис очень вкусно заправлен, но рис переварен. Немного переварен, то есть он уже близок к кашке. Но я бы не сказал, что это прям негатив. Это не негатив, это просто чуть-чуть вот больше он сварен, чем я люблю. Мне нравится всё-таки, когда прям рисинки чувствуются. Прям проявилось очень хорошо именно на угре. Что касается вот этого ролла с угрём. Ребята, 660 рублей. Это не разочарование, но это и не восторг вообще. То есть Филадельфия мне понравилась очень, очень хорошо сделана. С угрём мне скорее не понравилось, потому что, опять-таки, проявился рис. Угарь с кожей. Всё. Всё. Даже тут вот у наги сверху явно есть какие-то с кунжутом соус. Да, даже он не разрулил. Не знаю. 660 рублей за такой ролл. Как-то оно такое. Ну, то есть вот за Филадельфию я бы, наверное, отдал. Ну, потому что вкусно. Редко такое по вкусу встретишь, чтобы тебе прям раз и понравилось. Это вот редкие примеры гармоничного вкуса. И когда всё действительно клёво. От рыбы до, хотел сказать, риса, но нет. Пожалуй, рис я заберу свои слова назад. Вот. Неплохо, но не восторг. Окей. Ну, слушай, давай сделаем паузу на гункана. На гунканчике, точнее. Гунканюшечке. Ну, вот я взял с крабом, но это понятно, дорого. 230 стоит гункан. Я взял с угрём. 210. Ну, иди посмотрим просто. Вот это вот, ребята, так, 210 рублей. Даже 30 граммов не набрал. Ёшки-матрёшки. Ну, давай с крабом. С крабом, мне кажется, 27 граммов будет. Нет, тоже 29 граммов. Тут всё соблюдено. Ребята, ну, это действительно поистине маленькие гунканчики. Ну, окей, тут действительно краб. Тут вопросов нет. Краб в майонезе со спайси соусом. Ну, точнее, спайси соус. Он есть, сделанный на базе майонеза. Давай попробуем это чудо. И вот здесь рис раскрывается. Блин, я не знаю. Слушай, я, наверное... Наверное, мне надо закрывать канал. Я не разбираюсь в еде. То есть, ну, настолько люди хвалили. И даже вот Алексей писал, который комментарий самый развернутый относительно Юме. Мне сейчас как-то обидно его обижать. Тарабагани. Спайси суси. Унаги спайси суси. Я не знаю, как быть... Людям, которые... Вот, приходя в ресторан Юме, например. Ну, наверняка у них рестораны хорошие. Там, типа, наверное, хорошее заведение. Клёво всё антурально сделано. Я там не был ни разу. Вот. И люди же пытаются оправдать эту цену. То есть, это чисто психология. То есть, когда ты в ресторане, не знаю, привёл девушку там... Ещё кого-то или девушка парня привела. Или там семья пошла покушать японской кухне. И ты тратишь там вот столько вот, огромное количество денег. 230 рублей за гункан с крабом и 210 за унаги. Ты так или иначе будешь пытаться это оправдать. На мой взгляд, 29 граммов. Какой бы самый офигенный японский повар, самыми глубокими знаниями японской кухни не делал этот суши, он не может стоить таких денег. Окей, с крабом ещё могу объяснить. Ну, блин, ну, угорь. Ребята, это просто угорь. Опять-таки, нарезанный, скорее всего, с кожей. Там не поймёшь особо. Вы меня, конечно, извините, но мне этого не понять. 210 рублей за этот маленький кусочек какого-то вязкого, непонятно, сладко-соевого блюда я бы не отдал. Что касается спайси. Соус спайси не попал мне тоже во вкус никак. То есть, с крабом не чувствовался вообще. У меня такое ощущение, что там концентрация спайси нулевая. Вряд ли это один и тот же соус, честно скажу. Потому что с крабом действительно он вообще практически нейтральный. С угорем чуть-чуть почувствовал остроту и как бы пошли дальше. Ладно, пошли дальше. Ни о чём, ребят. Это, друзья, Калифорния. Я не очень люблю Калифорнию. Но, тем не менее, вот такая вот Калифорния. Тоже с креветкой. Внутри лосось, авокадо, рис и икра. Икра, кстати, хорошая, смотри, зернистая. Это вам не моего. Тут, пожалуй, действительно икра летущей рыбы. Такое странное пространство внутри ролла. То есть, он как-то не поджат до конца, видишь. Расстояние от майонеза до лосося. И там такой большой каньон между ними. Ладно. Прикапываюсь, скажете. Да? Да, прикапываюсь, блин. Ребята, что он стоит? 580 рублей. Я реально завяз в этом рисе. Вот, наверное, так как здесь, рис еще сегодня не проявлялся. Здесь он максимально показал свою вязкость. Значит, что хочу сказать. Начинка клевая. То есть, вот это сочетание огурца, авокадо, японского майонеза, лосося, да, креветки, оно хорошее. Но, в данном случае, конечно, рис портит. Если в Филадельфии рис почему-то даже как-то не испортил, а был в тему, то тут он испортил. В общем, Калифорния мне тоже не понравилась. Стоит она 580 рублей. И, ребят, я вам честно скажу. Вот, кто будет говорить там про вкусовщину в данном случае, конкретно по Калифорнии. Да, я Калифорнию не люблю в принципе. Да, действительно, Калифорния в основном, она делается с каким-нибудь там с крабовыми палочками, снежный крафт, так называемый. Вот, иногда делается с креветкой, иногда с лососем. И в основном мне не нравится это блюдо. Вот. Тут скорее наоборот, тут мне нравится начинка, как бы вот все хорошо сделано. Тут нет этих крабовых палочек, замеса с майонезом. Как раз по начинке хорошо, но в целом мне этот краб, ну, не понравился. Не понравился из-за риса, не понравился из-за этой очень вязкой такой консистенции. Удивительно, удивительно. Ресторан Юмея, настоящая японская кухня. И есть ощущение, что наши обычные русские ребята, или ребята из ближнего зарубежья, которые работают в хороших местах, направленной вот такой же направленности, делают лучше, чем японцы. Я не знаю, там в Юме японцы работают или нет, я ни в чем не уверен. Мне зашло, блин, это ж надо, не ожидал. То есть у меня сегодня было ощущение, что будет у меня лакшери. Вот я, когда делал обзор на тот же Мариман, было ощущение, что да, капец, я куча денег отдал, мама дорогая, но я наслаждался абсолютно каждым роллом. Здесь я наслаждался по факту только одним роллом, это ролл Филадельфия, и ролл Филадельфия с тунцом, они вкусные, действительно. Вот, у нас вот кайсен маки есть. Здоровенный белый ролл, который стоит 750 рублей. Морской гребешок, японский омлет, лосось, тунец, креветки, икра, леточки. Плюс-минус, ну и тоже везде добавляют, мне так нравится. Гребешок я вижу, да, иди сюда. 750 рублей. Сейчас посмотрим, он довольно крупно выглядит, то есть тут прям вот действительно большие порции по сравнению с тем, что мы видели до этого. Тут будет граммов 300. Но это не точно. Так. И как-то вот так, сколько там? О, 365, это сытный ролл. То есть, ну все равно, с ценой соблюли, 200 рублей за 100 граммов. Тут просто все намешано, как бы, да, омлет, лосось, креветка, тунец, икра. Из пятерочки лососевая, гребешок и огурец, судя по всему, это не авокадо, а огурец. Ой, ребята, ребята, япономама, давай попробуем здоровенный ясь, конечно. Мощное сочетание. Мне до конца не верится, что я делаю обзор на действительно культовый ресторан. 2003 год. С 2003 года он существует. И люди туда ходят. И в целом такая аура в этом ресторане, что там все очень по-настоящему, все трушно. И только там. Там и только там. Ребята, напихать в плохо сваренный рис все возможные рыбные продукты, добавить омлета и икры сверху, мне кажется, это так по-русски. Ну, реально, это очень по-русски, потому что вкус ни о чем, ни одного акцента, ни одной вот интересности, за которую мозг хочет зацепиться. Ты просто жуешь массу всего подряд. Это гребаная японская шавуха с никаким вкусом. Я не могу оправдать этот ролл. 750 рублей, сколько бы там не было свежей рыбы. Это роллы. Нет, возможно, в ресторан Юме ты можешь идти, есть суши, вот эти вот наборы сырой рыбы, тонко нарезанной, вот это все. Следить за ритуалами, как вот любят японцы. Там стоит японец, вот этот вот комкает кусочек риса, да, кладет там рыбку, смазывает кисточкой вот это все сверху и подает человеку. Да, возможно, идти туда, если там есть эти ритуалы, может быть и можно. Но заказывать с доставкой или идти туда поесть вкусных роллов, ну, не знаю, есть альтернатива. Вы меня спросите, лучше здесь роллы, чем там, не знаю, в Тануке в том же. Ни хрена. В Тануке тоже, кстати, недешево. Нет, ну там, типа, Филадельфия будет стоить 400 рублей. Ну уж точно не 650. И уголь там будет нарезан без кожи. И я не могу это объяснить японистостью, понимаешь? Ну, в Японии так делают. Блин, в Японии так делают? Тогда нафига мне, я лучше буду есть русскую японскую кухню, чем японскую японскую кухню. Вот серьезно. Ресторан Юме для меня это разочарование давно не было. Мы, кстати, все попробовали. 5,5 тысяч рублей, а у нас креветки, там, 4 ролла и лапша. А, и, да, естественно, да, баночка соевого соуса и баночка вот этой вот санины разбавленной, блин. При всем уважении к Японии. Аригато. Подводим итоги, ставим баллы. Выставляем оценки. Вот наша новая табличка. Мы теперь работаем с новыми баллами. Цена. Давайте так. То есть, пожалуй, это не ноль. То есть, если бы это был мариман, то за цену, конечно, было бы ноль. Я поставлю 2 балла. Это весьма справедливо. Вкус и качество. К качеству у меня вопросов, в общем-то, нет. К ингредиентам. То есть, все свежее, рыба свежая. Рыба свежая. Рис сварен откровенно все-таки. Плохо. Практически паршиво. По вкусу, блин, вообще. Ну, вообще. Мне Филадельфия реально понравилась. И то, наверное, потому что там хороший выбор сливочного сыра. Ну, плюс довольно хороший кусок свежего лосося, который чувствуется. Все остальное, ну, просто ни о чем. Вот это ни о чем. Калифорния, помимо того, что на любителя, тоже как бы намешана просто микс. Креветки. Тысяча рублей. Ни о чем. Лапша. Соба. Почему-то пшеничная. Ну, как бы вкусно, но 550 рублей. И тоже фактически ни о чем. Все довольно посредственно. Соевый соус. Баночка. Концентрат довольно вкусный. Вот это разбодяженное ни о чем. Что я должен ставить вот за вкус и качество? За качество хорошее. Ну, то есть, хорошее качество. Но вкус просто все портит. Я поставлю... Блин, я 3 балла поставлю. Извините меня. Экспаты, простите, ради бога. Соответствие тому, что написано на картинке, на сайте. И то, что привозят. В принципе, все идеально. 5 баллов, все классно. Единственное, граммов нет. Нет, знаешь что, давай-ка. Пусть граммы указывают. Я не могу проверить. 4 балла я поставлю, е-мое. Сервис. Сервис... Ну, заслуженный ноль. Я даже не меняю здесь этот критерий. Потому что это заслуженный ноль. Ни хрена не привезли. Ни салфеток. Ни палочек. Ни плошечек. Ну, ни хрена просто. Ну, ничего. Понимаешь? На огромный сет роллов привезли одну маленькую баночку соевого соуса. Наслаждайтесь, друзья. Привезли холодное. Но это у нас будет отдельный критерий. Ой, блин. Ну и везли два часа. В общем, я за сервис ставлю ноль. За скорость я ставлю... Ну, два часа, в принципе, полтора-два часа. Не такая большая разница. Два балла все-таки поставим. Бывает, ты больше везут. Температура 44 градуса. Ну, опять-таки, два поставим. И лайк от меня я, конечно, не ставлю. Заказывать в Юме. Ходить в Юме. Советовать Юме. Я категорически не хочу. То есть, есть места гораздо доступнее. И гораздо вкуснее. Гораздо лучше сделан. Я не буду повторять. Я из ролика в ролик повторяю эти места. В общем-то, вы и так знаете. Вот недавно мы были, кстати, в Мензи, например. Блин, да в Мензи роллы вкуснее делают. В Мензи. В попсовом, раскрученном месте. Которых куча. И вот сколько раз было, везде вкусно делают. Пусть небольшие, пусть недешевые. Но там реально клево. Не то, что... Ну... Наверное, падение. Падение вот этой легенды иных ожиданий началось с креветок. То есть, креветки, когда сделаны хуже, чем в Макдональдсе. Ну, я извиняюсь. Но это уровень, конечно. Вот. Что по итогу сказать? Теперь, значит, никто из вас, ни один псевдо-диванный специалист не может мне говорить, что я не пробовал настоящей японской кухни. Шеф-повар, я сейчас прочитаю. Нет. Ну, у них там же все серьезно. Там, понимаешь, с 2003 года, понимаешь? С 2003 года. С тех пор шеф-повар ресторана господин Нагами Такаси постепенно увеличивает количество приверженцев его таланта. При всем уважении к Нагами Такаси, при всем уважении, серьезно, я не знаю, кто этот человек, но, слушай, японская фамилия и японское имя, мне кажется, не дают права считаться мастером по умолчанию. То есть, надо как-то делом доказывать. Делом вот этот товарищ, он показывает, что, ну, типа, да, я могу рис переварить, я могу нафигачить в ролл всякой рыбой, и вы будете это есть и платить за это 700 рублей. Вот. И почитатели его таланта, видимо, ходят, видимо, обеспечивают 2003 года это заведение, и все хорошо, да дай бог, на самом деле. Я даже, я даже не собираюсь как-то людей отговаривать. Просто сам факт, что в доставке, ну, для доставки это заведение вообще работает никак, может, это какое-то отдельное меню где-то отдельное дело. На сайте у них, кстати, отдельное меню есть. Есть меню ресторана и меню доставки. Может, это где-то делается в другом месте, и отношения вот этот человек не имеет к этой еде. Еда ни о чем. В целом, невкусно, ну, как, нет, нормально. Окей, нормально, это все съедобно, это можно доесть, естественно, мы доедим, но это вообще не топчик. И вот все, кто мне будет говорить, что все, ты в японской там кухне. Я попробовал от настоящего японца японскую еду. И не надо мне говорить, что я там не те позиции заказал, что я что-то со сливой там не заказал. Или что поставщик рыбы какой-то не такой, рыба не такая, как в Японии. Конечно, все не такое. Все не такое, ребята. Но по факту почему-то есть места, где вкуснее и дешевле. Как вот это объяснить? Как мне вот это объяснить товарищ, товарищ, которого зовут Нагами Такаси? Нагами Такаси почему стоит столько много, а по факту получается посредственность? Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Вот, Дим, ты же тоже сейчас пока по паузе попробовал. Что скажешь, Дим? Даже не понравилось. А? Какой-то рис слившийся, безвкусный. Слившийся рис. Ну, я не знаю, кстати, насчет безвкусный ты сказал, но мне кажется, нет. В белом рисе оттал. Не, ты же креветки за 1000 рублей не пробовал.